Здравствуйте! Я, Олег Орламов, приглашаю вас, уважаемые зрители, на программу «Познаем истину». Тема нашей встречи сегодня – «Изгнальники-миссионеры». Мы будем говорить о тех людях, которые оказались в сложной ситуации жизни. Представлю в начале гостей нашей студии – Виталий Тугаенко, пресвитер церкви, Петр Котлеров, историк, Александр Пролинский, пастор церкви. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Тема нашей встречи – «Изгнальники-миссионеры». Мы сегодня будем открывать книгу пророка Даниила. Давайте мы прочитаем основной текст книги Даниила, 7 глава, 14 текст. Это основной будет такой текст, который приведет нас в размышление. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Спасибо. Мне приходится наблюдать, на многих автомобилях есть такие наклеечки «Спаси и сохрани». Как Вы думаете, они действуют? Если просить Бога о сохранении жизни, он обязательно исполнит эту просьбу? Ну, если просьба не только на наклейке будет в сердце. Да, если будет в сердце. Ну, Вы знаете, люди как бы забывают всякий раз или каждый день просить об этом Бога. Но когда все-таки есть наклеечки, может быть, подходя к автомобилю, он начинает вспоминать, «Все-таки не зря я ее приклеил». Но если человек просит, хорошо, нет наклейки, человек просит каждый день, чтобы Бог сохранил его жизнь. Господь исполняет эту просьбу? Ну, Бог любящий Отец, и поэтому всякую просьбу, с которой обращаются к Нему дети, сыновья или дочери, он слышит. И поэтому он отвечает согласно веры, убеждений, каких-то намерений человека и по своей воле. То есть только согласно вере человека Бог может сохранить его? Есть еще такое пути Господни неисповедимы. Часто мы не знаем, от чего Господь нас спасает. И если мы хорошо знаем Его волю, то видим в Священном Писании, что главная цель Бога — спасти человека для вечности. Хорошо, но если мы говорим уже не о сохранении, может быть, буквально от каких-то неприятностей в жизни, но все-таки может ли Бог отдаровать для преданных Ему, для верующих в Него людей, хотя бы какие-то определенные комфортные условия? Бог на земле не обещал комфорт людям после того, как грех вошел на нашу землю. И мы должны понимать, что мы сегодня являемся участниками этого большого противостояния между добром и злом. Мы сегодня являемся свидетелями войны, которая разыгрывается, развивается на нашей земле. Поэтому комфортной какой-то такой жизни, благополучия вряд ли. Комфорт был в Едемском саду, и Бог обещает, что к этому комфорту в Едемском саду мы вернемся после Его Второго пришествия. Но люди все-таки надеются, то есть человек, который становится на сторону Бога, ведь он где-то даже на подсознании надеется, что обязательно теперь меня Бог сохранит в каких-то определенных своих рамках под покровом Всевышнего. Тогда, если этого не происходит, возникает вопрос, чем жизнь верующего человека отличается от жизни человека, который не признает Бога? Мне кажется, что вся Библия, все обетования построены на том, что Господь обещает и дает тем, кто в Него верит. И благодать какую-то особенную, и даже благословение материального плана. Но по отношению каждому человеку у Бога тоже есть своя миссия какая-то. Иногда эта миссия заводит какие-то не совсем комфортные условия людей. Это что, человеку не повезло тогда с Богом? Нет, это Божий план. И Господь обычно, как мы видим в Писании, обращается к сильным Личностям, те, которые могут сделать какую-то работу, которая не подвластна другим людям. Так все-таки жизнь верующего человека чем отличается от жизни, которой не признает Бога? Верующий человек имеет надежду, верующий человек убежден в том, что Бог даже в самых больших трудностях его не оставит, и он выведет его, да, он поможет ему, потому что есть обетование, есть Слово Божие, есть присутствие Бога в жизни этого человека. И дальше будет лучше. Если дальше лучше не будет, то в вечности будет все хорошо. Ага, то есть надейся, не надейся, то есть чем отличается, вы сказали, живи надеждой, в твоей жизни человека верующего может не быть денег, работы, карьеры, успеха, здоровья и так далее. Люди задаются вопросом, для чего верить Богу, если вот реально вам Бог сегодня не помогает? Потому что хотелось бы вот сейчас и сразу, или люди, видя на жизнь многих людей, говорят, а разницы-то в принципе нет, вы надеетесь в будущем. Да знаете, будущее, оно очень далеко, поэтому надо жить сегодняшним днем. Но тем не менее Давид написал, что я был мал и состарился, но не видел праведника, ходящего с протянутой рукой. То есть это реалии жизни? Да, это реалии жизни. Поэтому нельзя сказать, конечно, что каждый верующий обязательно станет миллионером, это нет. И Бог знает, для кого может быть искушением богатство, для кого может быть искушением бедность. Поэтому Бог выбирает план для человека для того, чтобы он попал в вечность, для того, чтобы он сохранил свою душу для вечности, для его царства. Но в любом случае он поддерживает человека, он отвечает на его молитвы. Но есть тоже условие. Я написал, что если просит этот человек по воле Божьей. Потому что часто люди могут просить по своей собственной воле, не зная, что получив определенные свои просьбы, они будут им не на добро, а на зло. Это тоже очень такой серьезный вопрос, как узнать все-таки тогда волю Божьей. Хотел бы тогда, если Бог оберегает, храни, давайте мы прочитаем Псалом 90, с 1 по 4 текст. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита мое, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенить тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его». Очень серьезные слова. Я думаю, вот как и для кого действует это обещание, потому что мы сегодня будем говорить о Данииле и его товарищах. Вы знаете эту историю, да, и многие зрители наши, наверное, знают. И вот здесь язва не приблизится. По сути, ничего с тобой не должно произойти, никакая беда. Для кого это обещание? Оно работает сегодня тогда? Работает. Работает. И в случае с Даниилом тоже работает. Мы как раз посмотрим эту историю. Там есть и одно, и другое. Есть и переживания, и, наверное, и разочарования, и трудный путь, и в то же время ответы на молитвы, и защита, и благословение. Вообще человека нужно понимать, вот интересно описано, живущий под кровом Всевышнего покоится. Человек чувствует, что он под кровом. Вот любой человек сегодня, мы говорим о, ну, сегодня где-то 2 миллиарда 200 миллионов христиан. Они все ссылаются, могут ссылаться на это обетование. Если мы говорим только о христианах, что, и они верят, что они находятся под покровом Всевышнего. Вы знаете, если христианин каждый день ощущает присутствие Божие, я думаю, он может полагаться, да, если он каждый день чувствует свою зависимость от Господа, если он понимает, что проснувшись утром, он получил в дар от Бога жизнь и благополучие, может быть, благословение на сегодняшний день. Но, к сожалению, сегодня очень много христиан, которые только лишь по праздникам, христиане, или только лишь по названию. И тогда, когда каждый день в своей жизни они проживают не под покровом Божьим, а под своим подкровом, да, под, может быть, покровительством каких-то своих там положений, богатств, возможностей и так далее, тогда, к сожалению, они не могут рассчитывать на благословение покрова Всевышнего. Хорошо, теперь мы посмотрим, как это обещание, это обетование исполняется в жизни удивительного пророка, пророка Даниила. Давайте мы прочитаем книгу Исаии, 39-й глава, с 5-й по 7-й текст, и книга пророка Даниила, 1-я глава, с 1-й по 2-й. «И сказал Исаий Иезекий, выслушай слово Господне Саваофа, вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, ничего не останется, говорит Господь». Хорошо, и книга пророка Даниила, давайте, 1-й, 2-й текст, 1-й главы. «В 3-й год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел на выходу Носор, царь Вавилонский, к Иерусалиму, и осадил его, и передал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил в землю Сценаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Сразу возникает вопрос из прочитанного, почему Бог допускает плен? Ну, дело в том, что здесь ситуация касается не конкретно одной личности, а всего народа, и мы знаем, что Израиль был народом Божиим, но на этот уже момент Северного царства не существовало, то есть осталось только Иудея, и вот ее постигает та же самая участь, которую постигло и Северное царство, это плен бавилонский, но это только первый приход на уходоносора в 605 году, и здесь разворачивается то, что народ просто оставил Бога, перестал ему служить, начал служить как раз Богам, которые не были суть божеством, и подражать язычникам, поэтому Бог допускает эти переживания, и, к сожалению, эти переживания постигает не только тех людей, которые оставили Бога, но и тех людей, которые были Ему верны. А на сколько времени Бог отдает человеку для исправления? Если мы говорим, они оказались в плену, сколько лет нужно пробыть в плену для того, чтобы ты вновь вернулся к Богу? Достаточно ли одного года, двух лет? Для кого как? Поскольку Бог определил пленение вавилон? Для Израиля в то время это 70 лет было вавилонского пленения. Для кого-то это может быть очень быстро, для кого-то это долгий путь, потому что человек должен осознать и справиться, покаяться и вернуться к Богу на тот прежний путь, на те прежние условия, которые были начальными. Хорошо, вот как реагировать на Бога в такой ситуации? Ты ходишь, ты молишься, у тебя есть место поклонения Богу, ты искренне веруешь, как людям кажется, но где-то кто-то отходит. Можно ли говорить о том, что от первого до последнего все оставили Бога? Ведь ради десятерых, я вспоминаю историю Авраама, что Бог готов был сохранить. Вот как реагировать тогда на Бога, который в этот момент вдруг отсылает тебе плен, да не на год, а на 70? Вот я хотел обратить внимание, что 70 лет — это время жизни двух поколений. То есть для исправления, очевидно, одного поколения даже мало было. С другой стороны, мы видим, что не все были развращены здесь, и находятся люди даже в высших условиях, которые служат живому Богу. Но не нужно выпускать и тот момент, что сам-то царь, он был из тех, о которых мы говорим, что он развращен был. И даже это, то, что на Фудоносор пришел, потребовал такой выкуп громады из них, не послужило его исправлением, никаким. Когда такое происходит? Бог как-то объясняет людям, что вот они будут находиться там, с ними будут происходить такие-то вещи, что они могут быть свидетелями, они могут быть миссионерами, или люди находятся просто в страхе и неведении? Мне кажется, там была такая ситуация еще, что Бог хотел показать, что Он является Богом не только иудейского народа, но и всех народов земли. И так как Он иудейский народ выбрал для того, чтобы этот народ показал преимущество служения Богу, и какие Он может иметь благословения, если будет оставаться верным Богу, точно так же Бог хотел показать, что если этот народ, выбранный мной, пойдет по неправильному пути, то это не значит, что я буду на это закрывать глаза, и прежние благословения будут, скажем, получать эта нация. И Бог допускает этот плен, и потом говорит как раз иудеям, чтобы они молились о процветании Вавилона, в том месте, где они будут находиться. И таким образом смогли показать, опять-таки, то, что они не показали, будучи независимым государством, и показать живую веру и настоящего Господа, каким Он и является. То есть Бог предусматривает совершенно другие условия и условия проживания для людей, для того, чтобы они могли быть свидетелями. Бог не заинтересован был для того, чтобы они оказались в таких страшных условиях, потому что мы понимаем, как ведет себя человек в плену, и чем он может пользоваться. А вот как ведет себя Даниил в плену? Давайте мы посмотрим 1 глава, 8-9 текст. Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского вином, которое пьет царь, и потому просил начальника Евнухова о том, чтобы не скверняться ему. И Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухова. Ты должен слушать, что тебе говорят, потому что ты уже там оказался, либо ты можешь все-таки предлагать какие-то свои условия для того, чтобы выполнять там определенные, но какие-то действия, работу, служение. Потому что они не пришли только сидеть в плену, они должны были работать, они должны были что-то делать. Вы знаете, я хочу сказать, разные люди по-разному реагируют, когда они оказываются в каких-то стесненных обстоятельствах. Есть те, которые изначально выбирают позицию такую, знаете, примириться со всем и плыть по течению, смотреть, наблюдать. Куда-нибудь до тебя обязательно вынесет. А другие же, наоборот, имея определенные какие-то принципы, хотят отстаивать границы своих свобод, границы своих убеждений. И мы видим, что Даниил как раз поступает именно так. Попав в новые обстоятельства, он желает сохранить веру, он имеет определенные принципы, желает их отстаивать, поэтому он просит. Я не хотел бы вместе со всеми плыть по течению. Пожалуйста, у меня есть определенная просьба, у меня есть определенные условия. Я хотел бы быть полезным для вашего общества, но вы пойдите мне навстречу. А почему многим людям не хватает как раз вот мудрости в таких различных жизненных ситуациях? Это, ну, как бы недовоспитано или далеки от Бога? Ну, а Данииле, можно сказать, что у него был высокий дух и высокие моральные принципы и большие требования к себе. Потому что, действительно, можно было согласиться. Это, кстати, очень опасно было для Даниила предъявлять какие-то требования, потому что там не было еще современной демократии, где можно заявлять о своих взглядах на жизнь, мировоззрение. Но они были уже жестоки, да, вавилоняне? Мы можем из истории вспомнить, наверное, Петр, можете сказать, да, как вообще их вели в плен, каким образом, какую жестокость проявляли к ним. Даниил даже здесь не то, что пленник, это заложник был. Его передали как какую-то вещь, которая гарантировала бы покой на какое-то время для иудеи. Это заложник. И заложник — это вещь, которой распоряжался, собственно, монарх. Он мог сегодня сказать его, ты сегодня работаешь, завтра могли казнить по каким-то надуманным обстоятельствам, и все. Это было очень опасно. Но именно стойкость Даниила, видимо, и понравилась царю, что он мог заявить о своей позиции, и царь, очевидно, тоже понимал, что это человек необычный, что это человек с Богом. И это царь потом позже скажет об этом. Хорошо. Давайте мы сейчас посмотрим и послушаем, как это ответили на вопрос, как пример нашей жизни может влиять на других людей. Пример любого человека, достижения там всякие в спорте, в науке, не знаю, неважно. Любой пример может влиять, если, ну, это положительный пример. Может повлиять, может и нет. Ну, объективно, или положительно, или отрицательно. Если я увижу поведение плохое, я, значит, что, возмущусь. Буду стараться не делать так. Ну, если я пользуюсь, ну, мораль. А если я плохой человек, значит, тоже скажу, можно делать плохо. Мы даем примеры или молодым людям, или там людям, которые меня окружают. То есть, живу плохо, меня посмотрят, может, кому-то понравится, что я живу плохо. И они возьмут сюда пример. Если я живу хорошо, там, занимаюсь спортом, здоровым образом жизни, вот, соответственно, то есть, они могут к этому стремиться и чему-то из этого сделать. Вот. Ну, что мы видим? Люди понимают, что моя жизнь, она, мой пример жизни, он может влиять либо положительно, либо отрицательно. Но проблема, наверное, в том, что, вот, что делать с отрицательной стороной нашей жизни. Потому что мы, конечно, понимаем вот эту разницу между добром и злом, однако в своей жизни почему-то допускаем вот как раз много плохого. А через какие испытания пришлось пройти Даниилу и его товарищам, когда мы читаем книгу пророка Даниила? Ну, первое, это то, что в отношении еды, да, пищи, она, диета Даниила отличалась от вавилонской диеты, да, и поэтому он избирает, Бог благословляет его в этом. И вместе с ним его друзья тоже разделили его убеждения, его принципы. Дальше была проверка, которая касалась друзей, это тогда, когда надо было поклониться вавилонскому божеству, которое было сделано в виде истукана. И юноши проявляют здесь тоже принципиальность, стойкость, потому что они знают, что они находятся под покровом Всевышнего, а не под покровом, да, мы говорим. Хорошо, вот давайте, тогда мы вспомнили эту историю, мы прочитаем третья глава про Ока Даниила, 15-й текст. Какой был указ издан? Отныне, если вы готовы, скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал, и если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей. Скажите, вот ради своей безопасности, когда существует реальная угроза твоей жизни, можно ли лишь на это время поступиться своими религиозными убеждениями? На время, не навсегда, на время. Можно ли? То есть многие так и говорят, что они могли так притворно поклониться, а в душе сохранять веру злого и истинного Бога. Но здесь опять-таки это был вызов, вызов как раз, вот Саша упоминал о той борьбе, которая идет между добром и злом, между Христом и сатаной, и здесь поклонники живого истинного Бога должны были выступить в его защиту и в его, в том, что он является единственным истинным Богом. И причем предыдущая история тоже о многом говорила. Мы еще, наверное, ее затронем. И здесь вот у них был действительно, есть такое слово Иисуса Христа, что кто отречется от меня перед людьми, от того отрекусь и я перед Отцом моим небесным. Я думаю, что эти юноши избрали быть верным Богу, несмотря на то, что грозила их жизни самая непосредственная опасность. Ну, вы знаете, давайте мы прочитаем, как они отвечают, 16 по 18 текст, что они отвечают царю. «И отвечался Драхмисах и Авдинага, и сказали царю Новходоносору, нет нужды нам отвечать и бенаэто. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы Богам твоим служить не будем, и золотому истакану, которого ты поставил, не поклонимся». Ну, что это, юношеская какая-то дерзость, такой максимализм, да, ничего мы не будем делать, умереть, так умрем, ничего страшного. Ну, это не дерзость, это уже был подвиг, мне так кажется. Потому что мы знаем, что когда человек переселяется даже по своей воле на другую территорию, он пытается как-то интегрироваться или забыть все те корни, которые были на родине. И он либо фалит новую страну, либо чрезвычайно начинает оскорблять как-то свою родину. Здесь же мы видим, эти люди остались совершенно без моральной поддержки. Они в молодом возрасте. Даниилу это было где-то 14 лет, 15 лет, когда он пришел. И вот те задатки, которые были, понимание той миссии, видимо, он понимал, что это Господь привел. То есть он понимал, что он находится под кровом Всевышнего. И он представляет, что даже в этот момент и эти юноши, эти друзья, которых он поддерживал, они понимали, что они должны заявить о Боге. Это тот момент, который дается, может быть, раз в жизни человеку, когда он может на большую аудиторию сказать о своей позиции и эта позиция будет воспринята как в тот момент. Бог допускает проводить через подобные испытания чаще сильных веры или слабых, чтобы они закалились? Каждому свое испытание. В Библии так и написано, что Бог не попустит нам быть искушаемым сверхмерой. То есть Бог видит сердце человека и Бог знает, сможет он перенести это испытание или нет. И в данном случае он видел верность этих молодых юношей. И опять-таки он знал, что он их поддержит и что его покров над ними будет. И в конечном итоге это будет их подвиг, но в то же время и будет прославлено его имя. То есть Бог дает каждому человеку по мере его сил устоять, сказать нет, отстоять правду Божию. Но мы видим, некоторые люди ломаются еще до до испытания. Вот только как бы ясная картина испытания, он как бы видит, что будет дальше, еще шаг не сделал, шаг веры, еще ничего не произошло, но люди уже сдаются. И поэтому теряет, испытывает в своей жизни многие поражения. Хорошо, уважаемые друзья, не переключайтесь, мы скоро вернемся на программу «Познаем истину». Мы вновь в эфире, а благодарю вам, что вы остаетесь вместе с нами. Друзья, сейчас вы видите номера телефонов на своих экранах, поэтому, если вы желаете связаться с нами, задать нам любой вопрос по священному писанию, пожалуйста, звоните нам, и мы будем рады ответить вам. А мы продолжаем нашу встречу, нашу беседу. Скажите, а вот если мы предадим Бога, Он поймет нас, почему мы это сделали и простит нас? Ну, смотрите, можно было бы сегодня вспомнить предательство Петра, когда он отрекся, Иисус предупреждал его, ты отречешься. Петр, зная события, может быть, будучи предупрежден, он мог бы избежать этого всего, но, смотрите, после того, как Петр отрекся, Иисус не отрекся от своего ученика, да, он с любовью посмотрел, в этом взгляде было прощение, в этом взгляде не было никакого осуждения, и это дало возможность Петру исправиться. Поэтому Бог, Он не осуждает, Он понимает гораздо глубже вот эти события, процессы, которые происходят в жизни человека. Возможно, слабость, Он понимает тоже очень близко и очень хорошо, и Он готов поддержать, для того, чтобы человек мог исправиться, и все равно двигаться в направлении. То есть Бог не отгоняет нас, не отказывается от нас, когда в своей жизни мы проявили определенную слабость и предали Бога. Для Бога, наверное, очень жалко как-то. Больно, больно. Да, что мы, потому что мы, в принципе, и предаем не Бога, мы предаем себя. Для человека это самое страшное, когда ты совершаешь предательство самого себя, и твоя совесть осуждает. Горожанам и гостям Киева мы задали еще один вопрос. Как вы относитесь к предательству? Может ли оно быть во благо? Давайте послушаем ответ. Да, к предательству отношусь, конечно, плохо, но во благо. Может ли оно быть? Нет, не может. Нет, не оттену отношусь. Не может быть во благо. Плохо. И во благо нет, не может быть. Не может быть. В принципе, в наше время или в другое, предательство во благо, ну, если вы задаете слово «благо», значит, это грех. Не знаю, ну, наверное, да. Честно, не знаю. Но предательства бывают разные, конечно. Вот. Конечно, неприятно, когда тебе подставляют. Но надо всех прощать, всех любить. И быть счастливым. Ну, большинство согласны, что предательство во благо, это, в принципе, допустимая норма поведения. Действительно, Бог очень ревностно относится к тому, как ведут себя его последователи. И Богу неприятно, да вообще и каждому из нас неприятно, когда нас предает. однако, то, что он прощает и вновь возвращает нас, это, безусловно, радует. Вообще, читая историю Даниила, мы замечаем, что действительно в своей жизни мы приходилось принимать очень серьезные решения. Например, когда нужно было объяснить сон. Даниил понимал, что если он скажет правду, то его тоже может ожидать смерть. И если сон не объяснял, потому что все там тяновецы не могли это сделать, то есть, как бы смерть и там, и там. Что он выбирает? Дело в том, что в этой ситуации мы видим, с каким монархом он имел дело. Это могущественный человек, во-первых, не терпящий никаких возражений и самого повеления, что если вот кто-то мне не представит понимание этого сна, то погибнут все мудрецы вавилонские. Ну и Даниил с его товарищами туда тоже относились. И мы видим, что вторая глава об этом и повествует, что начальник телохранителей на ухода Носра так и сказал, что вот такое повеление страшное от царя вышло, чтобы умертвить мудрецов вавилонских. Поэтому, когда он уже трактуется, он и говорит то, что там сказано, то я думаю, что он хорошо понимал, кому он это говорит и хорошо понимал, что когда он скажет, что восстанет другое царство после твоего, то эта фраза может быть последней. Ну мы видим, что Даниил очень тесно общался со своими товарищами и он просил их, чтобы они молились, чтобы Господь помог объяснить и сон, и выстоять. Вы помните еще историю с Волтасаром, когда на стене вдруг появилась кисть руки, и там была надпись, «Ты взвешен на весахе, найден очень легким». Нужно ли говорить людям прямо в глаза об их грехах? Кстати, мы не вспомнили второе пророчество, второй сон на уходу на Саратам, где Данил должен был ему сказать о том, что тот превратится вообще в сумасшедшего, в зверя какого-то. А такие открытия делать монархам, это чрезвычайно опасно. И второй случай мы видим с Волтасаром, когда нужно было истолковать вот эту вот странную руку, странные слова, которые говорят, что вот, это уже кончина. Но можно же как бы промолчать, встречаясь с человеком, мы видим, человек делает явно грех. Ему нужно прямо в глаза сказать, что да, вот ты грешник, образно говоря, ты взвешен на весах и все найдено очень легким, и тебе осталось, может быть, еще там полсуток, и тебе будет конец. Ну, вы знаете, право говорить, ты взвешен на весах и найден очень легким. Хорошо, не будем, да, это не наше право, но говорить человеку прямо в глаза о том, что он грешник. Мы имеем на это право или нет? Ну, Бог, он дает особую мудрость человеку, если он говорит от его имени. И если Дух Божий над нами действует, и мы видим нашего ближнего, который согрешает, то Бог всегда действует с любовью. Если мое обличение будет сделано просто таким резким, каким-то тоном и жестко, это не будет, скажем, продиктовано именно Божьей любовью. Иногда, конечно, Бог говорил конкретно и серьезно, но это он сам выбирал для этого случая, он знает, когда нужно это сказать. Но в основном мы в Писании читаем, что Бог стоит у двери нашего сердца и стучит. Если кто услышит голос мой, он говорит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. То есть он ждет нашего покаяния, но он стучит с любовью. И через нас тоже пытается это делать. Но здесь все-таки конкретный вопрос есть, да? А что делать? Вот можно ли сказать? Так, мне кажется, что сначала нужно пройти под Даниила, а потом уже можно говорить человеку. Да, то есть моральное право тогда человек имеет. Да, если на уходе носа он увидел принципиальность Даниила в тех или иных вопросах, позициях и так далее, тогда ему не страшно было и Даниилу говорить, и на уходе носа было приятно услышать такие слова, даже пускай они обидные были, да, и может быть трагедия, но услышать из верного подчиненного, который не предаст, но скажет правду и тем самым спасет или защитит или поможет. Да, в книге пророка Даниила интересная шестая глава, интересная история, когда был дан приказ, что в течение 30 дней, если кто-либо будет просить какого либо Бога или человека кроме тебя, царь, до того бросите в львиный ров. Что делает Даниил? Как он ведет себя в этой ситуации? Мне кажется, нужно сказать о том, что еще Даниил был премьер-министром у трех царей. У Науходоносора, у Дария Медянина и уже у Ксеркса или как мы, вернее, у Дария тоже, царя Медоперсидского. То есть, менялись державы, менялись цари, а Даниил оставался на своем месте. Обычно, когда приходит новое правительство, то все министры меняются, все меняются. Знаете, когда не меняется, когда человек не меняет, говорит, ну он умеет приспособиться и может угодить и теми другим. Здесь как ведет себя. Как раз этого не происходит. Науходоносору прямо говорит, Дарью прямо говорит мысль. Можно сказать, а вы заметили то, что всегда о Данииле почему-то вспоминали в последний момент. Вот событие произошло, ищут, мудрецов уже нужно уничтожить, а потом вдруг находится Даниил, там рука появилась, все тайны векции пришли, никто не мог, а вдруг вспоминаешь о Даниил. Оказывается, он не был приспособленцем. Он никогда на первых ролях не был при этих монархах. Но здесь мы видим, что он открыто начинает молиться. Вот знаете, просто удивляешься, думаешь, ну что, нельзя было встать пораньше или уже поздно вечером, когда все легли, и просто молись себе. Вот зачем лезть на рожон? Молиться, какая разница, ты молишься при открытом окне или ты молишься при закрытом? В углу или на крыше, где угодно. Знаете, люди, которые наблюдали за Даниилом, они видели его принципиальности. Мы видим, что за ним подсматривали, да, они пришли и подсмотрели, что он делает. Поэтому Даниил знал об этом, и он догадывался, Бог ему дал мудрость, чтобы он это видел или понимал. И тем страшнее было бы для него и для других людей услышать на смешке, а, ты все-таки боишься, ты все-таки, значит, Бог твой не такой сильный, да, и ты не такой принципиальный. Поэтому Данил решил не изменять той традиции, доброй традиции, которую он имел, и принципы, которые он имел, решил не поступаться им и идти до конца. Но люди, те, которые насмехались над ним, они были, в конце концов, послышаны. А вот как нам нужно молиться? Ведь за нами тоже наблюдают, не только за Данилом. Нам нужно молиться все-таки где-то в тайной комнате, как сказал Христос по его примеру, либо где-то на открытых местах, чтобы все видели, что мы набожные люди. Когда нам нужно особое общение с Богом и покаяние какое-то, когда мы с Ним разговариваем, открываем перед Ним свою душу, это тайная комната. Но тогда, допустим, когда мы находимся в обществе, пусть это будет какой-то день рождения, на который пришли верующие и неверующие люди, может быть, мероприятие, которое, и там мы свидетельствуем о том, что мы все-таки верим в Бога, и мы не стесняемся своей веры, и там мы молимся, пусть просто за едой для того, чтобы Бог благословил, или в какой-то другой ситуации. Там, конечно, мы должны это делать. Вообще интересно, как царь реагирует на выходоносора, реагирует на деяния Бога в его жизни. Давайте мы вычитаем Даниила 2, глава 47 текста, и 4 глава 31. Он где-то в ярости, он разгневался, когда юноши не послушались, и вдруг, вот как он реагирует, вот что пишет Даниил. И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. И 4 глава 31 текст. По окончании же дней тех я на уходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которое царство в роды и роды. Мы говорили об этом царе очень жестоке, очень властно. Иногда, общаясь с другими людьми, может быть, которые по положению выше нас, мы думаем, какой смысл с ними разговаривать? Какой смысл вот идти в лобовую атаку с ними? Они все равно ничего не поймут. Они останутся на своей позиции, я останусь на своей позиции. Поэтому не стоит доказывать свою веру. Как поступать в такой ситуации? Нам все-таки нужно брать пример с Даниила. Знал ли Даниил, что вот такой могущественный царь признает своим Богом, Бога Даниила? По Даниилу. Вы знаете, я хочу сказать о том, что Даниил имел очень-очень близкие отношения с Богом. Поэтому Бог даровал ему видение, даровал мудрость, даровал те чувства. И Даниил понимал о своей миссии, которую он должен был исполнить даже при дворе царя. И когда мы видим, Даниил просит у Бога защиты, Бог благоставляет его, и он помогает ему в вопросах еды, и в вопросах мудрости, и занимаемого положения, и потом защиты для друзей, и так далее, и тому подобное, то, я хочу сказать, у Даниила выработался определенный, это не стереотип, а эти отношения, которые он понимал, что должны будут повлиять на у Новохадоносора, и у Новохадоносора должно будет измениться отношение к Богу все еще. Поэтому мы видим это, подтверждение ваших слов, что он проповедует. Вот еще у нас уже осталось буквально пару минут, вот давайте 7 глава, 13-14 текст мы прочитаем. О чем проповедует Даниил, о чем он говорит? Даниила 7, 13-14. О каком царстве говорит Даниил? О царстве Господа, о его царстве на земле, о том, что будет создано не человеком, а Богом. Но еще хотелось бы сказать, что вот эти моменты разговора Даниила с царями, они не были как поединок. Он не устраивал каких-то поединков с царями, и он не дерзко заявлял им. Он ждал того времени, когда Бог откроет возможность сказать этому царю. И так как о нем было сказано, что в нем дух святого Бога, и Бог наделил этого человека уникальные мудростью. И он знал, когда надо это сказать, и как надо это сказать. И нам тоже в данной ситуации у меня были такие возможности свидетельствовать людям, которые облачены определенной властью, с ними очень непросто разговаривать. Но они задают вопросы, и Бог дает время, и возможность сказать этому человеку, но и дает мудрость, как это сказать. Потому что вступать в какие-то премии, это бесполезно, это нажить себе могущественного врага. А если беседовать, тогда, когда дает возможности мудрости, это всегда будет хорошо. И может быть у нас буквально 10 секунд, когда мы говорим о царстве, вы сказали о царстве Христа, так когда придет Спаситель, когда наступит этот момент? Мы как раз живем в те дни, когда Христос придет устанавливать свое царство. То есть когда будет проповедано Евангелие царства, и тогда придет конец. Спасибо, друзья, вам за участие в программе. Да, мы могли видеть из этой истории, что те люди, которые близки к Богу, могут оказаться в сложной ситуации, как оказались Даниил и его друзья, и нам кажется, что это крах всей нашей жизни. Очень многие сдаются и говорят, что я ничего не могу сделать, и идут на поводу своей совести, другие же люди остаются верными и говорят о том, что если даже что-то и случится с нами, мы все равно будем верны Богу. Я думаю, что каждому из нас можно брать пример с Даниила и его друзей, и самое удивительное, что Бог помогает в трудной ситуации в жизни. И нам сегодня необходимо, наверное, думать, мечтать и говорить другим людям о том царстве, о котором говорил Даниил. Скоро придет Христос. И время проповеди Евангелия показывает, что свобода проповеди Евангелия показывает о том, что действительно дни эти сокращаются, Господь придет для того, чтобы восстановить свое царство здесь на земле и возьмет верных ему к себе на небеса, в царстве Божии. Пусть добрый Бог благословит вас, друзья, в изучении Священного Писания, в принятии Бога, чтобы на примере этой истории мы могли еще более сблизиться с нашим Господом, и чтобы в любой миг нашей жизни мы могли ему доверять. Тема следующей встречи «Ессвирь и Мордахей». Также интересная история о людях, которые оказались в плену. Пожалуйста, не пропустите эту встречу. Всего доброго. Пусть Бог благословит вас. До свидания вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова